Здравствуйте! С вами Сергей Брилёв в эфире Вести российского телевидения. И самое значимое событие к этому часу. Ключевые темы выпуска. Следователи Генеральной прокуратуры два часа допрашивали главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Тысячи жителей Барнаула остались без воды в результате аварии в городской канализации. И ЧП на атомной станции в Японии. Но сначала, после многих лет не самых лёгких отношений, долгих согласований и даже споров, в Кремле подписан качественно новый базовый договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Румынией. Подписи под документом поставили президенты Владимир Путин и Иоанн Ильевску. Договор заключён на 10 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды. Москва и Бухарест провозглашают намерение содействовать ядерному разоружению, борьбе с оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия, радиоактивных материалов, контрабандой, а также с незаконным перемещением через границу культурных ценностей. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству, в частности в сферах энергетики, транспорта, машиностроения, для чего и планируется создать совместные предприятия и банки. В присутствии президентов также были подписаны ещё три межгосударственных документа. Президент Иоанн Ильевску относится к тем главам государств, которому для понимания россиян переводчик не требуется. Уважаемый господин президент, позвольте мне сердечно вас поприветствовать. По всей видимости, во всяком случае, в этом составе нам переводчик не нужен, потому что я знаю, что Москва и Россия для вас тот город и та страна, которую вы хорошо знаете, вы здесь учились. Был хороший институт, хороший институт, энергетики, советская, российская, очень солидная, все зато. Я стала. Ну это один из приоритетов был всегда у нас, даже хороший приоритет. Должен сказать, что благодаря этому возрасту, но не только, в первой половине этого года, у нас товарооборот вырос в сравнении с прошлым годом почти на 90%. Это, в общем, можно сказать, рекордный показатель. Это наш подход. Чуть позже Владимир Путин и он Ильевск подвели итоги переговоров. Президента единого мнения, сотрудничество на бумаге, пора переходить к сотрудничеству на практике. Есть вещи, тенденции, которые нас радуют. За первый квартал текущего года торговый оборот вырос по сравнению с этим же периодом прошлого года на 90%. Но есть и проблемы, над которыми мы должны думать и вместе работать. Традиционные румынские товары должны возвращаться на российский рынок. Мы хотим строить привилегированное партнерство с Россией, исходя именно из всех представленных аспектов, точек зрения и общих ценностей. И сегодня же Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Руководство оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями с 1 сентября переходит от ФСБ главе МВД Борису Грызлову. Руководство региональным оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями на Северном Кавказе будет осуществляться на уровне заместителя министра внутренних дел. Другим темам. Тяжело больной 6-месячный ребенок из Нижегородской области прошел обследование у лучших кардиологов региона. Теперь Алеша Широков будет лечиться в детской областной больнице. Операция на сердце будет сделана ему позже, а пока малыша надо вылечить от сопутствующих заболеваний, вызванных недостаточным уходом. О судьбе Алеши вести рассказали 25 июня. Ребенок нуждался в обследовании уже очень давно, но у его бабушки, она воспитывает Алешу на свою пенсию в 1000 рублей, просто не было денег на поездку в область. Сельские власти в помощи отказали. Только после вмешательства Москвы по распоряжению Нижегородского губернатора Алешу доставили в специализированную клинику. Кроме этого, свою помощь мальчику предлагают и люди из разных городов страны. Нижегородские кардиологи говорят, что у них достаточно опыта в проведении операций, подобных той, что нужно Алеше, и везти ребенка в Москву нет необходимости. Хорошо. Хорошо. Никаких вопросов к хозяйственной деятельности компании не имеется. Компания, так сказать, в данном случае не затрагивается. Все обсуждавшиеся вопросы находятся в сфере тех дел, которые уже излагались в прессе. Как вы превосходно понимаете, ничего большего я вам сказать не смогу из юридических соображений. Сегодня же сотрудники ФСБ России провели ряд оперативно-следственных мероприятий в закрытом акционерном обществе М-Реестр. Эта компания реестра держателей, в том числе, среди прочих, обслуживает нефтяную компанию Юкос и открытое акционерное общество Апатит. Сотрудники М-Реестр сообщили, что мероприятия касаются именно компании Юкос. И сегодня же Московское ежедневное издание газета сообщает о возобновлении в мае этого года еще одного уголовного дела, связанного с компанией Юкос. Оно касается повторного покушения в 99-м году на жизни Евгения Рыбина, главы компании East Petroleum Handles Gas, которая представляла в России интересы группы офшорных компаний. Как утверждала Рыбин, к организации покушений причастны люди из высшего руководства Юкоса. До этого между нефтянниками и Рыбином разгорелся серьезный конфликт по делу о приватизации Томскнефти. Ранее сообщалось еще о двух уголовных делах, имеющих отношение к бывшим сотрудникам Юкоса. Крупнейшая авария на 18-м коллекторе в Барнауле. Без воды осталось около 600 домов, тысячи людей. По оценкам специалистов, в аварийном состоянии находятся еще несколько узлов в системе водоснабжения. Сейчас в городе Бойко идет торговля бутылированной водой. Репортаж Таша Калека из Алтайской, гости для радиокомпании. Ремонтная бригада Барнаульского водоканала сегодня работает с 7 утра. Оперативно нужно починить крупнейший коллектор города. Он обслуживает почти три района. Без воды 600 домов. Это несколько тысяч жителей. Та авария непростая, необычная. Вы понимаете, три района находятся без воды. Население сегодня находится практически без запаса воды. Вот мы не запасешь. Более того, сегодня промышленное предприятие города, вот на потоке ТЭЦ-3, находится тоже без воды. Запас аварийный у ТЭЦ-3 16 часов. Специалисты заверяют, что завтра в 8 утра в домах Барнаульцев появится вода. Но по экстренной схеме. Одну трубу коллектора заглушат, на другую нагрузка будет двойная. В аварии на 18-м коллекторе присвоена повышенная степень сложности. Вести работу приходится на глубине около 10 метров. Без специальной экипировки поиск, карабин и трос. Даже спускаться сюда запрещено. Основной ремонт начнется через неделю. Труба диаметром более полутора метров прогнила в нескольких местах. Здесь одним днем дело не обойдется. Видите, провалка. И здесь уже вот тоже. Она, ну, часами немножко погодя может упасть. Таких проблемных точек в системе водоснабжения краевого центра несколько. Чтобы привести в порядок все водное хозяйство, нужны годы. И 250 миллионов рублей. Горожан заранее предупредили, что воды не будет. Кто-то успел набрать банки, бутылки и даже ванны. Любовь Павловна пришла с работы поздно. Воды ей не досталось. Звонили 05, и они ответили, что водоводские вообще ходить не будут. Но воду все-таки привезли, хотя и с опозданием. На три района работает 10 машин. В первую очередь обслуживают больницы. В магазинах к обеду самый ходовой товар – вода в бутылках. Вода хорошо уходит. Но к вечеру, наверное, больше будет, потому что воды не обещают. Пока что ни одного кубометра сточных вод из коллектора в аварийном порядке не сброшено. Тем не менее, приняты все меры к обеззараживанию. Развернут даже штаб гражданской обороны. Если нужно, работы будут продолжаться всю ночь. Андрей Буймов, Алексей Чернюк. Вести. Алтайский край. И о других событиях этой пятницы в России. В столице состоялся организованный при поддержке партии «Эспресс» форум правой молодежи. Именно на молодых людей делают ставки лидеры правых на предстоящих парламентских выборов. С призывом принять в них участие к собравшимся обратился Борис Немцов. Вы понимаете, встать, расправить плечи и сказать, мы самые крутые, мы всех сделаем, мы добьемся своего, мы все равно победим. Мы придем 7 декабря. Ну а Владимир Жириновский посетил сегодня Горьковский автомобильный завод. Как заявил сам лидер ЛДПР, он приехал поддержать одну из старейших марок отечественного автопрома. Это его первая экскурсия на газ. Жириновский встретился с руководством и рабочими заводом. Мы показали производственный цех, музей и новые модели газа. Как отметил вице-спикер, «Волги» ему нравились всегда и качеством машин он доволен. Вот он, наш касавец. Все управление, панель, все лагнадо. Удобно, коробка передача, тяжелая нам все. Еще новости. Третий день продолжается голодовка авиадиспетчеров в Вологде. Они продолжают настаивать на увеличении им зарплаты в соответствии с декабрьским соглашением. Переговоры с участием чиновников из Москвы и Санкт-Петербурга, которые состоялись сегодня, никаких результатов не дали. Впрочем, пока ни одного из голодающих диспетчеров медики от управления полетами не отстранили. Вологодский центр навигации входит в пятерку наиболее загруженных по стране. Он курирует воздушные коридоры, соединяющие Западный Европу со странами Дальнего Востока и Аляской. На Северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» завершается реконструкция боевой дизельной подводной лодки. Будучи готовы на сугубо мирное, она станет музеем. Эта субмарина класса «Танго», выведенная в свое время из состава Северного флота, по окончании всех работ, встанет на прикол у набережной Тараса Шевченко на Москве-реке. В Курской области проходит тотальная проверка школ на их противопожарную безопасность. Результаты пока неутешительные. Инспекторы были вынуждены даже закрыть ряд школ до устранения имеющихся недостатков. Благо, до начала учебного года времени еще достаточно, с другой стороны, и сделать предстоит немало. Из Курской области наш собственный корреспондент Вадим Симоненко. Завхоз дяди Коля в Тарковской средней школе оказался главным к приезду пожарных инспекторов. Об их визите директор школы был предупрежден, но отсутствовал. Пришлось дяде Коле отвечать на вопросы о школьных мерах пожарной безопасности. Ничего нету. Это правда. В электрощитовую давно никто не заглядывал. Вдоль школьной стены обросаны дрова и уголь. Запасный выход загроможден шкафом. Электропроводка старая, огнетушителей нет. Я здесь уже за замхозом работаю, значит, 9 лет. Применение было. Памятка о пожарной безопасности нашлась на стенде уголок эксперимента в директорском кабинете. Здесь и было объявлено о выводах комиссии в отсутствие хозяина. Осмотрев помещение вашей школы, государственным пожарным надзором принято решение о приостановке эксплуатации его как несоответствующим требованиям норм правил пожарной безопасности. Такие предписания только за один день были вручены только одной рейдовой бригадой в трех школах. В Курской области более 800 школ. Каждая из них у пожарных есть претензии. В самых проблемных школах число отмеченных нарушений правил пожарной безопасности приближается к двум десяткам. Главные сложности в сельских школах – старые постройки. Есть даже такие, где котельная размещена прямо под зданием. Педагогам обещают перевести самые проблемные школы в новые корпуса. Но в строящейся Ванинской школе пожарные обнаружили те же нарушения, что и в старом здании. Узкие пути эвакуации, некондиционная электропроводка. Игнорируют руководство стройки пожарного права. Рейды по школам области этим летом пожарные считают своей главной задачей. К сожалению, проблема пожарной безопасности в курских школах не нова. Те нетрадиционные меры по закрытию школ, которые мы применяем, мы будем продолжать. До устранения недостатков пожарные не разрешат эксплуатацию ни одной школы. Материалы на самых злостных нарушителей будут переданы в прокуратуру. Вадим Симоненко, Юрий Рязанцев, Вести, Курская область. Авария на японской атомной станции. Этой ночью в непосредственной близости недавно остановленного реактора сначала прогремел взрыв, а потом вспыхнул пожар. Из Японии. Наш собственный корреспондент по вере Виноградов. Взрыв в камере сжигания слаборадиоактивного мусора произошел утром. Его услышали рабочие. Об инциденте на атомной станции было немедленно доложено властям префектуры и руководству страны. Практически сразу после происшествия последовало заявление официального представителя государственной компании, управляющей объектом. Пострадавших в результате взрыва нет. Облучение никто не получил. Утечной радиации также не произошло. Автоматика зафиксировала ненормативное повышение температуры в камере сгорания и остановила печь. Через 20 минут после этого раздался взрыв и над помещением появился белый дым. Взрывом выбило несколько стекол в здании, но серьезных разрушений на станции нет. Причина взрыва пока остается неизвестной. Инцидент мгновенно получил широкую огласку, так как в Японии в последнее время ведется дискуссия об уровне безопасности ядерных объектов. Поводом к этому послужили печальные последствия аварии на атомном заводе Токаймура в 1999 году. Когда в результате взрыва двое рабочих умерли от облучения, 600 человек получили слабые дозы радиации. После этого правительство сделало все, чтобы подобное не повторилось. Но в конце прошлого года выяснилось, что руководство энергетической компании ТЭПКО, оператора нескольких крупных АЭС, в течение многих лет скрывало сведения об авариях на станциях. После громкого скандала были закрыты на переоборудовании сразу 12 ядерных реакторов. Цех, где произошел взрыв, расположен на территории остановленного экспериментального реактора ФУГЕН. Он выведен из эксплуатации, но изъятие топливных стержней пока не проводилось. Поэтому любая авария в непосредственной близости от реактора представляет серьезную угрозу. Валерий Виноградов, Сергей Гусев, Вести, Токио, Япония. Снежные Штаты отмечают сегодня День независимости. Поздравление президента Буша направил президент Путин. В частности, подчеркнул, что взаимодействие России и США не подвержено политической конъюнктуре. Стороны и дальше будут вместе противостоять терроризму и решать глобальные проблемы. Путин и Буш встретятся в сентябре в Кэм-Дэвиде. И еще о событиях за рубежом. Вокруг света за 80 секунд. Взрывы в шиитской мечети в пакинстанском городе Кветта. На меньшей мере 8 человек погибли и более 20 раненых. Нападение на храм совершено во время пятничной молитвы. Разневные шииты винят во всем суннитов, которых в стране большинство. В США задержан нацистский преступник, 77-летний Йохан Леприч. Он служил надзирателем в концлагере Маутхаузен на территории Австрии. После войны Леприч получил американское гражданство, заявив, что служил в венгерских войсках. Сейчас рассматриваются вопросы о его депортации или в Австрию, или в Венгрию. И праздник сегодня отмечают не только американцы. Большой государственный праздник в островном королевстве Тонго в Тихом океане. Его величество Тауфа Хау Тупа IV изволили принять подношение по случаю своего 85-летия. Непременные атрибуты праздника, парад всей танганийской армии и, само собой, народные гуляния. Полноценный выпуск новостей каждые три часа. В таком формате работают только вести. Оставайтесь с нами. В стране и в мире происходят и другие примечательные события. Далее в нашем выпуске. Забастовка наоборот учителей на Урале. Педагоги города Заречного отказываются уходить в отпуск. На грани полной ликвидации уникальный пушкинский зверосовхоз, где в свое время вывели знаменитого Черного Соболя. И в Ростовской области проходит своеобразная формула-1 для дойеров. Выигрыши – буренки. Забастовка учителей в Свердловском городе Заречном. Педагоги отказываются уходить в отпуск, пока им не выплатят отпускные за должность по зарплате. Она составляет уже несколько миллионов рублей. Что это значит, когда Новый год? Это значит, что Новый год в Заречном может начаться позже обычного. Из Свердловской области наш собственный корреспондент Павел Зарубин. Забастовка наоборот. Так называют свою акцию протеста учителя небольшого города Заречный. 20 преподавателей написали заявление об отказе уходить в отпуск. Их примеру готово последовать еще несколько сотен человек. На специальном собрании учителя потребовали от чиновников немедленные выплаты отпускных. Я вас официально уведомляю, что если 10 числа июля я не получу деньги, я приду в администрацию, я оттуда не выйду, пока я не получу деньги. Задолженность перед учителями на сегодняшний день 5 миллионов рублей. Власти заявили, что выплатить отпускные в срок не смогут. В ответ учителя решили продолжать работу. Кто-то на летних площадках, кто-то в пустых кабинетах. Готовится к новому учебному году. Ольга Братухина воспитывает маленького сына, который серьезно болен. Она говорит, что если уйдет в отпуск, не получив денег, средств на покупку лекарств может просто не хватить. Если один ингалятор у нас в ТАСМА стоит 600 с лишним рублей, а нам были периоды, когда их нам надо было 2 и 3 на месяц. Плюс у нас еще кожные заболевания, а то она выливается. Городская администрация, которая отвечает за выплату учителям, заявляет, что сумму, необходимую для отпускных, местный бюджет сейчас не осилит. Ведь, по сути, учителям нужно выплатить зарплату сразу за 3 месяца, за последний учебный месяц и за 56 дней отпуска. При этом налогов в бюджет собрано в 2 раза меньше, чем нужно. Специальные комиссии по недоимке сделать ничего не могут. Многие предприятия города в буквальном смысле слова дышат наладом. Вроде можно принимать их уже банкротами, но на данный момент существует на них нам, как налогоплательщиков, считают. Администрация Заречного обратилась за помощью к правительству области. Власти уже выделили в судах 1,5 миллиона рублей, но этого хватит лишь на выплату денег за 2 недели отпуска. Как говорят областные чиновники, в сложившейся ситуации виноваты власти Заречного. У нас соглашение, они должны вставлять выплату заработной платы, направлять средства в размере 50% их доходов. А направляют 3% власти. Впрочем, областные власти заверяют, что проблема будет решена. Деньги для учителей обещают найти в ближайшее время. Учителя говорят, что каждый новый день задержки выплаты отпускных усугубляет и без того сложную ситуацию. Чем позже преподаватели получат деньги, тем позже они уйдут в отпуск. И значит, начало нового учебного года может быть перенесено на неопределенный срок. По словам учителей, настроены они крайне решительно. Павел Зарубин, Станислав Романович и Геннадий Лугунов. Вести. Свердловская область. Необычная операция по задержанию наркоторговцев провели оперативники Ставропольского края. Вместо денег они расплатились за опи-телевизором. Ну и позже, во время обыска, телевизор вскрыли. В манёбре понятых и подозреваемых предстало шуточное приветственное послание наркоторговцам от сотрудников милиции. Жительница села Тедмыдовки и её сына, студент юридического факультета, задержались по личным. Сотрудник милиции был внедрён в число покупателей опи. Оперативники опасались, что почувствовав угрозу, наркоторговцы смогут быстро уничтожить меченые купюры. Поэтому вместо них милиционер и расплатился телевизором. В корпус заблаговременно была вложена записка «Привет сбытчикам наркотиков от оперативников». Когда во время обыска её достали из корпуса, отрицать свою причастность к продаже опи уже не имело смысла. Такая вот история. Парадокс российского бизнеса. Пушкинский зверосовхоз, славный тем, что именно в нём вывели знаменитого чёрного соболя на грани полной ликвидации. Время на то, чтобы спасти уникальные предприятия и животных от гибели в считанные дни. С подробностями Александр Рогаткин. Огромные холодильники государственного пушкинского зверосовхоза стоят пустые. По углам намёрзший лёд и несколько контейнеров, где ещё вчера была рыба для соболей. На сегодня нужно нам на подачу подать было 12 тонн рыбы путасу. Ни одного килограмма на сегодня вообще нет. Чем кормить зверей мы не знаем. Двухмесячные щенки-норки накануне получили только половину порции. Звери злые и голодные. Ещё 2-3 дня и начнётся слабый будет съедать сильного щенка. Поэтому корма необходимо заготовить в ближайшие 2 дня. Совхоз, в котором вывели знаменитого чёрного соболя, умирает. Свой 70-летний юбилей хозяйство встречает с разрушенными фермами и завалившейся крышей. Два месяца назад, после акции протеста трудового коллектива, Министерство сельского хозяйства назначило нового директора. Но и он признаётся, что такое огромное предприятие сохранить невозможно. Вот сегодня у нас есть меха. Мы, казалось бы, могли их продать, накормить скот, дать людям зарплату. Но мы не можем их взять, потому что на всём лежит арест, залог. Три года назад был оформлен кредит на 30 миллионов рублей. И сейчас вот эта история тянется, тянется, тянется. Наросли неустойки, дополнительные проценты. Зарплату не платят несколько месяцев. Люди увольняются, рабочих рук не хватает. Самые преданные звероводы, которые, как уверяют, не уйдут отсюда, ни при каких обстоятельствах, приводят на ферму помощники своих детей. Животных жалко, и людей с детьми жалко. А вы только обещаниями кормите народ. Люди говорят, что неоднократно слышали предложение от своих директоров снести ферму бульдозерами и заняться более прибыльным делом. Будут слухи. Вроде под коттеджи, под дачи, под что-то. Звероводы не могут понять только одного. Как предприятие может оставаться убыточным, если на мировых аукционах русский соболь идёт по 100 долларов за шкурку. Потеряя нашу монополию, потеряя мест, мы, в общем-то, потеряем лицо России, я так думаю. До забоя осталось всего три месяца. Только тогда можно ожидать первую прибыль. Корма закончились сегодня утром. Сейчас на ферме около 100 тысяч пушных зверьков. При таком введении дел счёт пошёл уже на часы. А через несколько дней от русского чёрного соболя не останется и следа. Александр Рогаткин, Илья Бернадский, Вести Москва. В Ростовской области сегодня выбирают лучшего доера. Соревнования проводили по всем правилам чемпионата. Победителю нужно было набрать наибольшее количество очков в нескольких видах дисциплин. Из Ростовской области наш собственный корреспондент Миндия Гавашели. Областной конкурс мастеров машинного доения – это своеобразная формула 1 дуэров. Попасть сюда уже честь, ведь приглашают только лучших из лучших победителей районных соревнований. Выиграть – значит надолго стать знаменитостью областного масштаба. Все односельчане были рады, что я выиграла в этом конкурсе. И хозяйство наше тоже. Собрали красивый стол. Глава администрации района был. И наши все руководители. До этого дня дуэры ждали целый год, чтобы показать все, что они умеют. Как у солдата свой автомат, так и дуэра свой аппарат. И первая дисциплина конкурса тоже вполне армейская. Разобрать, собрать доильный аппарат не легче, чем Калашникова. В этом состязании почти всегда выиграют мужчины. У них сил больше. А кто лучше дует – вопрос спорный. Женщин, конечно, большинство, но Борис Зуйков уже три года в пятерке лучших. Живое подтверждение тезиса – дуэр – мужская профессия. Ведь корова – она тоже женщина. И обхождение требует соответствующего. Понежней. Поговорить надо. Кому-то что-то сказать. Кому-то пошептать. Как еще? Только самая ответственная часть конкурса. Вот ведь не только количество и скорость, но и полнота, и качество важно. Судьи стоят буквально в шаге и следят за каждым движением конкурсантов. Требования здесь с каждым годом все жестче. Были такие годы, что практически было 10 человек, 12 человек с области. Это с 43 районов. Сейчас каждый район старается как можно, ну, по крайней мере, один-два человека. Каждый конкурс судьи оценивают по стубальной системе. И интрига здесь обычно сохраняется до последнего момента. Победитель нынешнего конкурса станет известен только поздно вечером. В жюри еще надо подсчитать баллы всех участников. Но независимо от результата, выигрыши коровы. Сегодня их доели лучшие профессионалы своего дела. А такая часть выпадает не каждой буренке. Миндзя Гавашель, Андрей Бедин, Вести, Ростовская область. И последнее. Расширился список памятников культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Теперь в него вошла и старая крепость в Дагестанском Дербенте. Сооружение на побережье Каспийского моря построено во время Персидской империи. Еще в 5-6 веках нашей эры. Их вплоть до начала 19-го столетия оставалось важным стратегическим центром Дагестана. Таким образом, Дербентская крепость стала 24-й в списке мировых памятников ЮНЕСКО. В него также вошли теперь белый город Тель-Авива, долина Бомиан в Афганистане. А также древний город Ашур в Ираке. Через несколько мгновений на канале России вести вашего региона. Скажем, в Кургане это вести Заурален с Галиной Меркуловой. Ну а вести общенациональные. Я, Сергей Брилев, с вами на этом прощаемся. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Метео-ТВ о погоде. В студии Елена Ковригина с информацией Гидромедцентра России. На Дальнем Востоке преобладает низкий фон атмосферного давления. В южных районах пройдут грозовые дожди, местами сильные. Преобладающая температура 25-30. В Амурской области около 20. В Забайкале 21-26. Жаркая погода установилась в континентальной части Якутии и Магаданской области. В предстоящие сутки там под 30. И тоже с дождями и грозами. На Камчатке и на островах в основном 20-25 тепла. И благодаря антициклону без осадков. На Курилах не исключены туманы. В Восточной Сибири атмосферное давление высокое. Небольшие дожди пройдут лишь на крайнем севере. На Таймыре от 10 до 15 градусов. В Венке 21-26. В центре и на юге Красноярского края июль скизной 27-32. В Западной Сибири грозовые дожди в автономных округах и ближе к Уралу. А от Новосибирска до Алтая солнечно. Температурный фон везде ровный 25-30. В Омской области до 33. Европейская территория России. Циклон, который придет из Западной Европы, вызовет грозовые дожди. Погода жаркая. На северо-западе, в Архангельско-Вологодской областях, а также в Средней полосе 24-29. На юге 30-35. Вода на черноморских курортах 22 градуса. Понизится температура только в Заполярье и в Калининградской области. Там не выше 20. В Санкт-Петербурге ливневые дожди. 25-27 тепла. В столице, по предварительным данным Метеобюро Москвы и Московской области, тоже дожди. Возможно, грозы после полудня 24-26. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление немного понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Вот такая погода ожидает нас в предстоящие сутки. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и до встречи. Атмосферное давление Редактор субтитров А.Семкин